Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня мы представляем обзор небольшого рефрактора Arsenal 70x700AZ2, изготовленного в Китае на крупнейшем оптическом заводе Sinta. Модель позиционируется как телескоп для начальных астрономических наблюдений, Луны, крупных планет, а также звездных скоплений и туманностей. Телескоп поставляется в небросской упаковке по принципу матрешки, одна картонная коробка в другой, а в ней еще отдельные коробки с треногой, оптической трубой и аксессуарами. На упаковке указано название торговой марки Arsenal. и страна ее регистрации Украина, а также страна производства Made in China. Кроме того имеется код модели и весовые габариты поставки. Сборка телескопа не вызывает затруднений и благодаря инструкции с пошаговыми картинками займет считанные минуты. Раздвинем треногу, закрепим трубу в монтировке, прикрутим искатель прицел, установим диагональ и окуляр. Все готово, можно приступать к наблюдениям. Однако прежде рассмотрим телескоп подробнее. Сечение опор алюминиевой треноги больше, чем у многих моделей начального уровня, а это значит, что вибрации изображения будут значительно меньше. Вилочная азимутальная монтировка также выполнена из алюминия. Она имеет наклон 30 градусов к горизонту, поэтому трубу телескопа можно направить даже в зенит, где условия астрономических наблюдений наиболее благоприятны. Правое перо вилки оснащено механизмом тонких движений по высоте, что безусловно облегчит поиск и сопровождение астрономических объектов. Добавим к этому возможность полнокругового вращения по азимуту, и в итоге получим удобную навигацию по всему звездному небу, а при необходимости и по земным ландшафтам. Механизм фокусировки тоже хорош, как для начальной модели. Хотя он выполнен из пластика, но имеет мощный корпус, винты регулировки усилия, винт фиксации положения, а также стальную ось и крупные маховички. С таким фокусером Вы без труда настроите резкость картинки. Само собой фокусер имеет стандартный посадочный размер дюйм с четвертью. Это позволит расширить возможности телескопа дополнительными окулярами. Кроме того на втулке фокусера имеется бонус, наружная Т-резьба для фото аксессуаров. Корпус трубы алюминиевый, красивого темно-коричневого цвета с вкраплениями типа металлик. Переднюю его часть венчает крупная пластиковая бленда. Она защитит телескоп от боковой засветки и уменьшит запотевание оптики при перепаде температур. Сняв бленду мы можем детально рассмотреть объектив телескопа. Это длиннофокусный двухлинзовый ахромат с воздушным промежутком и многослойным просветлением синих и фиолетовых тонов. Такая оптика снизит хроматизм и позволит наблюдать на больших увеличениях. Обратите внимание и на внутреннюю часть трубы. Отличное матовое чернение и отсекающие диафрагмы устранят паразитные блики, уменьшат светорассеяние и повысят контраст изображения. Комплектные окуляры Super 25 и Super 10 лучше чем у многих телескопов начального уровня. Это трехлинзовые окуляры Кельнера с многослойным просветлением, с полем зрения около 50 градусов и с мягкими наглазниками. Диагональное зеркало тоже весьма хорошее. Оно не внесет искажений и не испортит картинку даже на больших увеличениях. Несмотря на зеркальное изображение с ним можно наблюдать и наземные объекты. К сожалению комплектные Искатель и Линза Барлоу такие же как у других моделей. Однолинзовые, с пластиковым корпусом и мутной картинкой. Однако Искатель вполне справляется с задачей прицеливания, а Линзу Барлоу можно не использовать. Телескоп дает прямую зеркальную картинку. Но если не читать тексты, вполне пригоден для наземных наблюдений. С окуляром 25 мм, на увеличении 28 крат, изображение яркое и контрастное, хроматизм едва заметен. Окуляр 10 мм, увеличение 70 крат, показал более темную картинку. Хроматизм стал заметнее. Но изображение лучше чем у многих подзорных труб с такой же кратностью. А вот комбинация окуляра 25 мм, с комплектной Линзой Барлоу, существенно испортила картинку. И причина не в увеличении 56 крат, а в бюджетном исполнении Линзы Барлоу. Лучше о ней забыть. Достаточно широкое поле зрения окуляра 25 мм, отлично подойдет для наблюдений звездных полей и звездных скоплений. Характерный силуэт известного астеризма вешалка узнает практически каждый. Яркая и крупная планетарная туманность Гантель тоже оказалась по силам этому телескопу. Каких-либо цветовых оттенков нам различить конечно не удалось, но форма огрызка различалась без труда. По Луне мы применили комплектный окуляр 10 мм, увеличение 70 крат. На поверхности нашего спутника хорошо различимы множество подробностей. Тот же окуляр с тем же увеличением подойдет и для крупных планет. Очень интересно наблюдать явления в системе спутников Юпитера. Некоторые детали на диске планеты тоже можно различить. Для более подробного наблюдения планет желательно применить хороший окуляр 6 мм. На увеличении 117 крат любой начинающий будет в восторге от знаменитых колец Сатурна. Что же, подведем итог. Как для телескопа начального уровня Arsenal 70x700AZ2 заслуживает положительной оценки. Он превосходит многие похожие модели и по основной оптике, и по окулярам, и по механике. К недостаткам можно отнести невысокое качество комплектной линзы Барлоу и бюджетный искатель. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем смело рекомендовать Arsenal 70x700AZ2 для начальных наблюдений любых ярких астрономических объектов и явлений. Подойдет он и в качестве недорогой, легкой и мобильной гляделки для опытных любителей астрономии. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.